АЛОМИ ПРОДУКСИОНС В фильме «Буря страстей» А также Ванесса Теркес По роману Лусии и Руриты Авторы сценария Хорхе Чернов, Сильвана Агире, Ринальдо Аренец и другие Художественный редактор Жан-Карло Порше Композитор Кристиан Монтоя Оператор Джан-Карло Пас Продюсер и режиссер Джимми Артеага Спасибо Ты Альберто Сальдивор? Да, а вы Мартин Фрейри, которого ты подло оболгал Я сказал правду о преступнике Которому самое место в тюрьме Ты об этом пожалеешь Я таких писак давлю, как клопов Зря ты с вами связался И скоро в этом убедишься Сопляк! Сопляк! Отвали! У меня жена, дети, своё дело Но ты растоптал мою репутацию Ваша репутация вполне позволяла вам шельмовать Я тебя раздавлю Твою газету закроют за клевету Враль! Найдите Мануэля Панчо хочет его убить Это он меня ранил Это его рук дело Если это спланировал Панчо Почему оружие нашли у тебя? Это серьёзная улика Я хочу тебе верить Но всё против тебя Осталось лишь изучить отпечатки В любом случае Мы переводим тебя в столицу Подальше от истеричек, которые требуют Твоего освобождения И даю тебе слово Я найду Мануэля Мануэля явно похитил Педро дель Кастильо А Панчо как ни в чём не бывало Разгуливает по улицам После того, как вломился в твой дом Панчо был у меня? Но зачем? Никто не знает Аларкон застукал его у тебя Арестовал Потом вышла какая-то драка в камере И не переживай Не переживай Что было дальше? В общем, Антонио лежит в больнице О боже Рана тяжёлая Нет, он вне опасности Я завтра же приеду Нет, дочка, тебе нельзя тут появляться Что же мне делать? Ждать Я сама постараюсь разыскать Мануэля А ты береги Кристину Удачи тебе Пока Тебе идёт новая одежда Я первый раз в жизни Ходила по магазинам У тебя поднялось настроение? Да, мне понравилось Но когда я вспоминаю Герардо Ребёнка Мне хочется плакать Забудь, это скоро пройдёт Время лечит Ещё вчера ты хотела умереть А сегодня мы спокойно пьём коктейли Болтаем о пустяках Знаешь, Пинки Я хочу сделать что-то важное Помочь моим родным Самой заработать денег И послать им Интересно, они меня вспоминают? Скучают? Так же, как я без них Всё будет хорошо Можешь мне поверить Давай выпьем За тебя И за новую жизнь За жизнь И за подругу, которую я встретила В трудную минуту Спасибо тебе Не доводи меня до слёз А то у меня макияж потечёт Нет, правда, спасибо Не за что Так это правда? Отвечай Сандра, говори потише Провинциалка Попала в больницу И Нора Помчалась ей на помощь Это так? Да, да И ни слова Герарда Нора мне открылась Но я не хочу, чтобы это пошло дальше Что ей там понадобилось? Что? Что? Сандра Пожалуйста Держи рот на замке Герарда и так мне не верит Не давай ему лишний повод Сомневаться Будь предельно осторожна Внимательно Договорились Я постараюсь Но меня трясёт от ярости, когда я слышу о Кристине Моё дело предупредить А теперь Веди себя как любящая Верная жена А не как обычно Обещаешь? Только так ты можешь удержать Герарда Ты думаешь, его это удержит? Да, Сандра Если ты хорошо сыграешь свою роль Он забудет Кристину Послушай моего совета Ладно Потише Доктор сказал разминать сильно Моего мужа ты трогаешь нежнее Вы уже переспали? Ты уже убедилась, что Герман так себе любовник? На троичку Синьор Энез Я вас уважаю И требую к себе того же Я не потаскушка И не сплю С чужими мужьями Не строю из себя святую невинность Вы нарочно нарваетесь на скандал Даже ваш муж, который вас обожает Сбежал от вас в другую комнату Ты уже в курсе Ваша дочь Сесилия Ни разу вас не навестила Даже Исабель старается бывать здесь пореже Вы распугали всех своих союзников Ну и что Я не хочу с тобой ссориться Ты умная девочка Знаешь, какое самое лучшее лекарство? Стакан вина Обеспечь мне выпивку И я стану Самой послушной пациенткой на свете Всего один стаканчик Ладно Руфина, у меня дома творятся страшные вещи Антонио несправедливо арестовали Он ранен Ранен? О, Боже Мануэль пропал, как и Кристина Вот почему ты так нервничаешь Я не могу просто так пойти к Педру Это он виноват во всех наших бедах Ты уверен об этом? Я слишком хорошо его изучила Вспомни ту ночь Когда я рассказала ему о Хорхе И его сыне Он счел нас предательницами Он поставил себе цель Уничтожить всех нас Да Он и тебя не оставит в покое Рано или поздно он тебя найдет Я должна вернуться в Сан-Хулиан Я поеду с тобой Возможно, еще не поздно вернуть эти документы Нет, Руфина Тебе незачем так рисковать Нет, нет, нет Потом будет слишком поздно Я обязана найти Фабиана, брата Лусилы И поставить его в известность Наш дом уже никогда не станет прежним Скорее бы Лусила нашлась, и мы уехали Это трудно принять Но она знает, что делает Она выглядела очень решительной Мы живем на пороховой бочке Хорхе и Альберто ведут себя, как чужие люди Это может исправить только Лусила Все не так просто Хорхе прочесывает город Он не успокоится, пока не найдет ее Он смирился с мыслью, что Лусила погибла А теперь Откуда у вас этот снимок? Это копия Педро уничтожил оригинал Педро? Ты не знал? Он разгромил нам квартиру, порвал фотографию Ужас! Это подарок, Исабель На нашем снимке с обратной стороны были написаны какие-то цифры Цифры? Разумеется, если мы хотим восстановить промышленность в регионах То должны обеспечить рост малого бизнеса Он решил возродить малые предприятия Идея хорошая, но жутко скучная Мне интересно, не мешай Как скажешь Извини У тебя пятно на щеке Какое? Нет, мне показалось Дай послушать Тогда закрой мне рот Документы Ключи Номер счёта записан на обратной стороне портрета Сколько можно это повторять? Сколько нужно Я должен добраться до них раньше, чем Соня Тогда вставай со стула И бежим искать Соню Всё ясно Я сама Постой Я где-то видел эту фотографию Неужели... В поместье? Они называли её сладкая девушка Кого называли? Когда Карлота сидела в тюрьме Так в письме говорится о ней? Нет Я вынуждена вам отказать Ни капли алкоголя Идиотка Мне надо выпить Ты заодно с моим мужем Мучаешь меня Мне надо выпить Ничего не выйдет Я хочу выпить Я слышу, твои лёгкие не пострадали Прибереги свои плоские шутки для тех, кто их оценит Что такое? Она требует вина Опять за своё? Это моя жизнь А докторша мне мешает Мне лучше уйти Проваливай От тебя воняет дешёвой больницей Ты опять не в духе Ты тоже проваливай Ты потеряешь своего единственного помощника, который желает тебе добра Ты мне поможешь раздобыть венца? Или ты решила меня испытать, так? Нет, я хочу лишь ещё крепче подружиться с тобой Мы никогда не дружили Вечно цапались Я предлагаю тебе начать всё сначала И я принесу тебе выпить И мы прекрасно проведём время Что скажешь? Мне идти за бутылкой? Ну-ка Дочка Мы с твоей мамой доверились Педру и за это поплатились Наши деньги лежат в шейцарском банке Недосягаемые для него Найди Руфину Я отдал ей доверенность, выписанную на твоё имя И название банка На фотографии той девушки, что продаёт сласти Указан номер банковского счёта А ключ от сейфа ты найдёшь на шее у Фабиана Надо найти брата Фабиана Это будет просто А Руфина? У неё номер счёта, документы Если сладкая девушка Карлотта, значит я правильно сложил головоломку Ключ, возможно, у Педра Соня – это Лусила Осталось найти Карлотту И расспросить про Лусилу Она выведет меня на фотографию и Руфину Вот и весь секрет Спасибо Ты давно это изучаешь? Недавно, но очень люблю Ты кого-то ждёшь? Нет, нет Я очень рад, что мы снова вместе Нет Не совсем вместе Не обижайся Исабель Мне плохо без тебя Перестань Не торопись Я не хочу на тебя давить Я просто чувствую Что ко мне вернулась Подруга детства Феликс Пами Мне очень нужно услышать Что ты меня простила Не будем об этом Прости Феликс Это больше не повторится, обещаю Искренне на это надеюсь Обещаю Так это правда Да? Альберто? А я-то поверил Что у тебя ещё осталась гордость Ты встречаешься с мужчиной Который затащил в постель Твою родную сестру Поздравляю Пациентка делает успехи Процесс восстановления будет долгим Но вы видите улучшение? Или нет? Она сможет ходить? Или уже ходит? О чём вы? Я ищу подтверждение своим подозрением В какой-то момент мне показалось, что она пошла на поправку Но потом... Нет, это невозможно Чтобы так сыграть, надо быть артисткой или психопаткой Совершенно верно Инес может оказаться и той, и другой Ладно, я пойду Куда? К Инесс Вы в курсе, что она алкоголичка? В курсе, но я тоже врач У меня свои методы До встречи Я убедился, чего ты стоишь О чём ты? Я всё видел своими глазами Ты видишь то, чего нет? Как всегда Тебе лучше помолчать Оставь его Он уже сделал выводы И не отступится от них Я увидел, чего стоят Твои заверения в искренности И тебе не удастся меня разубедить Я не собираюсь это слушать Да, ты же из клана Кастильо Да И моя семья живёт не прошлым, а настоящим Прощай И поэтому мы не можем видеться? Отстань от неё, пусть идёт Скажи мне правду Скажи правду, Исабель Ты всё равно ничего не услышишь Будь честна сама с собой Я не лгала тебе Вот как Исабель, скажи мне Что разлюбила меня Только не молчи Ты не веришь ни единому моему слову Так разубеди меня Исабель, почему между нами столько лжи? Ты не смеешь так говорить Ещё как смею Скажи Ответь Тебе нужна правда? В тебе тоже течёт кровь Кастильо Что ты сказала? Ты же сам хотел услышать правду Одумайся Это ложь Скажи, что ты пошутила Мне пора Не уходи Мне больно Это твой дядя убедил тебя, что я его сын Оставь меня И поэтому ты вернулась к Феликсу Я тебе верил А ты такая же, как твой дядя Этот негодяй Погубил мою маму Разрушил мою семью Не ты один умеешь страдать Ты думаешь лишь о себе О своей семье О маме О папе А как же я? Исабель Пойми, наконец Я общаюсь с Феликсом Верю дяде А ты делай, что хочешь Ты наверняка Обретешь счастье С другой женщиной Только не со мной Прощай Ты не представляешь, как я тебе благодарна Ты одна меня понимаешь Мне это непривычно, но я составлю тебе компанию Ты просто прелесть Я тебя не осуждаю Расскажи, что нового Случилось Из-за моего отсутствия Чем ты занималась, кроме того, что пила Кровь Германа Передай мне стакан Ты Вышла за Германа, чтобы быть ближе к Педро Это уже не важно Тебе трудно пришлось Ты из кожи вон лезла ради Педро Лгала, изворачивалась И вот печальный итог твоей жизни Чего ты хочешь? Ничего Смотри Насыщенный цвет Терпкий вкус Немного резкий, но ничего Дорогая, я и забыла налить тебе Я сегодня рассеянная Итак Расскажи Какое самое страшное из твоих прегрешений в последнее время? Сначала мне надо промочить горло Давай сюда Одного не могу понять Ту самую ночь Как тебе удалось выпасть из окна? Исабель Держись Что он тебе сделал? Ничего Все нормально Если бы я знал, что этим закончится Я бы смолчал Прости Все хорошо Как только у нас налаживается Тут же появляется он Феликс Думай, что делаешь Еще один выпад И нашей дружбе конец Я буду держать себя в руках Правда, Альберто тоже хорош Я больше не желаю его видеть Я провожу тебя домой Нет, спасибо И никогда так больше не делай Даю слово Но ты тоже пойми Я так сильно тебя люблю, что не смогу смириться с потерей Ты только скажи, и я исчезну Нет, дело не в этом Не переживай Я все понимаю У тебя полно проблем Пока Жизнь многому меня научила Я научилась отличать ложь от правды В глазах появляется особенное выражение Что за намеки Ты переигрываешь, Инесс Ты отчаянно боишься, что Педро выгонит тебя из дома И надеешься, что Исабель выйдет за Феликса Но этому не бывает Все это пустая болтовня Дай мне мой стакан Я допускаю мысль, что после такого расстройства Ты могла потерять сознание, упасть с кровати Но вылететь из окна Мне будет интересно послушать Я хочу отдохнуть А я хочу выяснить, что случилось Инесс, я хочу тебе помочь Ты пришла посмеяться надо мной Я тебе не клоун Не выдумывай Не обижай меня, пожалуйста Ничего ты не услышишь Чтобы выброситься из окна Мне надо было к нему подойти Чтоб тебе самой остаться без ног Нет, спасибо Если честно, у меня другие планы Ладно Я бы с удовольствием с тобой еще немного поболтала Но ты этого не хочешь Будь ты проклята Уйди Я тоже тебя люблю, невестка Ненавижу Ненавижу, ненавижу Я им всем покажу Когда поправлюсь Фернандо удивительная женщина Мне она тоже понравилась Настоящая классическая дама Нет, по-моему, вполне современная Ты не удивился, увидев ее ночью одну? А что в этом странного? Я с первого взгляда умею определять женскую сущность Фернандо – женщина с большой буквы Привет Привет Привет, молодец, что пришел Соскучилась? Нет Просто мы с папой только что беседовали о женщинах О нравах О классике О современности Да Если он узнает, что я позировала для рекламы Мне крышка Ну ладно, успокойся Не могу Мой приятель знает владельцев фирмы И они Заверили его, что снимки пойдут в каталог Предназначенный для глубинки Ты уверен? Точно? Да Спасибо, Филиппе, ты меня успокоил Я больше никогда на это не соглашусь Никогда Я тут подумал Что? Может, сходим куда-нибудь В кафе, там, в кино В девять ты будешь дома Ну что? Я так и вижу, как Исабель льет свои крокодиловые слезы Так мне обижать к Альберто? Лучше выжди немного Он идиот, но не настолько же Ты все просчитал Ладно До встречи Целую Ну? Интересно там было? Да Очень Ты сегодня какая-то странная Я боюсь, что не успею закончить дела Ты справишься Говорят, работа – это лучшее лекарство от несчастной любви Прости Никаких личных бесед Но я на себе испытала Только благодаря работе я забыла Альберто Это хорошая терапия Мне она не нужна Я работаю на совесть Ну, тогда не буду мешать Тебе идет это платье, в нем ты веселее Да Только это видимость Нет Не начинай сначала Опять Герардо Нет Он обманул тебя Бросил Хватит о нем думать Забудь Пинки, почему любить это так больно? Я устала от ударов судьбы А ты не подставляйся Для девушек вроде нас не существует ни любви, ни счастья Это привилегии тех, о ком пишут в журналах Все равно Жизнь преподносит нам сюрпризы Они не для нас Мы не живем А выживаем В жестоком мире А как можно выжить, если не о чем мечтать? Пользуйся тем, что имеешь Так что не дури Позвони этой Фернанди Позвоню Но сначала Я хочу зайти к Руфине Объясниться А ты уверена Что так надо? Да Я должна обо всем ей рассказать Но назад я не вернусь Ясно Давай примерь Я хочу взглянуть Мне надо домой, папа ждет Я найду тебе такси Красавица Такой цветок среди каменных джунглей Спасибо, что украсила пейзаж И часто так? Нет Не часто Каждый второй норовит тебя зацепить Я не люблю привлекать внимание Так что скорее отправь меня домой Мы опять разругались с Альберто Да, 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 ясно Можешь не объяснять, я понял Альберто обвинил тебя во всех грехах В том, что ты носишь эту фамилию Ты ничего не стала объяснять И так далее А что я должна была объяснить? Ты его знаешь? Он не верит в случайные совпадения Какие еще совпадения? Он увидел, как Феликс подружески меня поцеловал Он сомневается во мне Словно плохо меня знает Что? Феликс поцеловал тебя прямо на глазах у Альберто? Тебя это не насторожило? Что именно? Такое совпадение Феликс уже не тот, что прежде Он изменился, ведет себя совершенно иначе У меня такое ощущение Что ты снова ему влеклась Вовсе нет Я просто признаю, что он стал другим Я так рад, что ты приняла мое приглашение Я обыграл Марио В чем обыграл? У вас соревнования, а я приз, да? Нет, 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 не сердись Я всего лишь хотел сказать, что он Обзавидуется мне Вот и все Дедка, у тебя такие ножки Что юбку надо носить покороче Что, что, что? Что они себе позволяют? Все ясно, рекламный каталог уже вышел И ты стала знаменитой Не напоминай мне о нем Я по глупости согласилась сниматься А теперь хочу поскорее об этом забыть Понял? Исабель вернулась к Феликсу Мне трудно поверить Я сам их видел Она не такая Видимо, ты ее плохо знаешь, уж прости Она же смотрит в рот своему дяде Ошибаешься Дома постоянные скандалы Ты чего-то недопонял? Это факт Я решил поговорить С этим мерзавцем С Педро? Не советую Фабиан, я отучу его брать людям в глаза Это он вбил ей в голову, что я его сын Что еще он выдумал, чтобы нас разлучить? Не ходи к Педро Не то потом не оберешься проблем Пусть так Но я должен это сделать Пока Уезжаешь? Мы только что похоронили твою маму Я хочу завалить себе работой Чтобы обо всем забыть Любимый Не оставляй меня Останься со мной Я уезжаю Чтобы не думать, кого взял в жены Герардо Какая чушь Герардо, если бы ты уважал память своей мамы Ты бы так не говорил Тебя не спрашивают Я уезжаю, чтобы понять Что с тобой делать Поняла? Возьми себя в руки Ты слишком взвинчен Я женился, чтобы порадовать маму Но ее больше нет И мне такая жена, как ты, не нужна Не обижай меня А ты не обижайся Просто каждый делает, что хочет Поехали Тебе придется потрудиться, чтобы сохранить брак Если, конечно, он тебе еще нужен Что за намяки? Конечно, нужен Я буду бороться за него Всеми силами Понятно Карла, здесь мы точно поймаем такси Карла Что? Это не мое лицо Твое лицо, твое тело и душа Такси! Такси! Прочти, подпишите бумаги И отследи продажу акций Тебе не до работы? Ничего, я соберусь Герардо, возвращайся домой Побудь с родными С женой Нет Спасибо Теперь ты встал во главе клана Лопа Сарнау Я с тобой? Со мной? До конца Тогда помоги Найти Кристину Нет, Герардо, не могу Ты же сам сказал, что ты со мной до конца Я не могу идти против твоих родных Прости Я обидел ее и хочу извиниться А как же Сандра? Она предала меня И не заслуживает ни капли сострадания Она твоя жена? Я в курсе Помоги мне Если папа узнает, он меня прибьет Не узнает О чем ты говоришь? Плакат висит вовсе не в глубинке, а здесь, за углом Он редко выходит на улицу Волнуйся А если выйдет, и увидит Что я увижу? Ты? Ничего Я не такой дурак, каким кажусь Я сразу вижу, когда от меня что-то скрывают Итак, что ты хочешь мне сказать? Ничего, папа, просто я Добро пожаловать Добрый вечер В такой компании любой вечер станет добрым Добрый вечер, можно? Прошу Вы украсите собой любой столик Так что все они в вашем распоряжении Вы одна? Да, но я жду подругу Пока она не пришла, вы ей позволите? Спасибо Синьорита, только не говорите хозяину, что это я дала вам ключи Разумеется, я не скажу Не волнуйся Не представляю даже, что со мной будет, если он узнает Он узнал, а я ничего не смогла сделать Росарио больше не о чем беспокоиться Ты еще здесь? Я ждал, когда Педро уедет Похоже, что он сегодня не в духе Я видел Он всегда не в духе Я уезжаю отсюда Я поняла, что он за человек Я должен сказать тебе кое-что Валерия Для меня это вопрос жизни и смерти Да? Не уезжай Умоляю Симон Ты точно поедешь со мной? Она давно собиралась в Сан-Хулиан Но лишь сейчас смогла скопить на билет Давно пора было отделаться от Нетто Ты уверена, что так надо? Да Мои родные за меня переживают Я хочу их успокоить Послать им денег, пусть и немного Они их примут Да Сейчас у них трудные времена Беда никогда не ходит одна Это уж точно Когда я была Герардо? Так это он Я так и знала Ты видела его раньше? Да Один раз В баре Причем у него была хорошая компания Зачем он приехал? За тобой Идем Пока он не увидел Идем Пошли Кого принесла нелегкая? Как тебе не стыдно? Мне нужна Кристина Неужто? Да как ты посмел сюда явиться? Ты унизил ее Так случилось Где ее найти? Добрый вечер Я умираю с голода Что нового? Вас ждет молодой человек Вот и ты, Альберто Что вы наговорили, Исабель? По какому праву? Субтитры сделал DimaTorzok